Гаргипия, Бата, Германаса, Фонагария Что значат эти слова для нас, живущих сегодня на российских берегах Чёрного моря? А море чёрное, шумит, но молкает. Волны, как метрономы, отсчитывают время жизни. В суете каждого дня оно летит неслышно, незаметно. И, быть может, именно здесь, на Таманском берегу, ранним-ранним утром Можно ощутить этот неповторимый шелест времени, ветер истории И задуматься о том, на какой всё-таки удивительной древней земле мы живём. Подводная археология в этих местах самый, пожалуй, результативный путь И находка античной амфоры, в 100 метрах от берега, на небольшой, ну, 10-метровой глубине, не такое уж редкое событие. Амфора, пожалуй, самый привычный и самый яркий символ древности, символ великой античной культуры. Но что она в сущности есть, если не просто сосуд для вина? Она лишь форма, а содержание, вино времени, вновь ускользает от нашего ленивого и нелюбопытного взора. Приятно отметить, что большая часть винограда и львиная доля натурального вина производится именно здесь, на Кубани. Виноделие, несомненно, часть культуры страны. А для античной культуры этот тезис ещё более справедлив. Как поразительно мало мы знаем о том, что происходило здесь, на нашей земле, на Атаманском полуострове, каких-то две тысячи лет назад. Поразительно, но этот далёкий ад, шумных городов, посёлок, виноградарей и виноделов, находится именно там, где стоял знаменитый в древности античный город Фанагория. Что может быть фантастичнее реальной истории? Все эти поразительные произведения искусства найдены здесь, на Атаманской земле. Но максимум километров в 20 от нынешней Тамани. Атаманская земля вообще очень богата на памятники истории археологии. В разных частях Краснодарского края находятся великолепнейшие памятники. Но среди них Таманский полуостров занимает, наверное, особое место. Потому что это такой кусочек земли, на котором находится огромное количество памятников античного времени. Это своего рода очаг античной цивилизации на юге России. Известный географ Страбон писал, что в Фанагории находится знаменитое во всём мире святилище Афродиты Апатуры. Может быть, этот строительный блок от этого храма. Но в любом случае, это был великолепный греческий город со всеми признаками этого города. Но вот в дополнение к этому могу сказать, что там же под водой мы нашли барабанный колонн диаметром почти метр. Если такая колонна была, значит, высота здания, которому она принадлежала, видимо, храма, была выше шести метров. Эти причудливые скалы и рифы в районе мыса Панагия и длинные песчаные косы, отделяющие от моря черноморские лагуны и лиманы, две тысячи лет назад, несомненно, были очень опасны для античных кораблей. Ни раз и ни два они терпели здесь крушение. Наверное, именно поэтому так много бесценных античных произведений лежат под водой у этих берегов. В древности, две с половиной тысячи лет назад примерно, на Таманском полуострове и на Керченском полуострове появилось самое древнее государственное образование на территории России. Оно называлось Боспорское государство. И здесь, на Таманском полуострове, находится более 200 городов и поселений этого времени, относящихся к этому государству. Именно поэтому я говорю, что это своего рода очаг античной цивилизации. Среди этих античных памятников самым большим и самым известным является древнегреческий город Фанагория. Он такой большой, что ему, пожалуй, в Причерноморье не так много равных можно найти. Удивительно. Но сюда, к берегам нынешней Кубани, в Фанагорию, больше чем за тысячу лет до возникновения Москвы, через Дарданеллы и Босфор шли корабли из Эгейского моря. Здесь была полноценная античная цивилизация, великая поэзия и драматургия, неповторимая архитектура, развитые ремесла и, разумеется, виноделие. И вот в первые века нашей эры, при раскопках городов местных, мы находим так называемые винодельни. Это большие давильные площадки, очень качественно сделанные, изготовленные, в которых давили виноград и готовили вино уже, ну, скажем так, в промышленных масштабах. То есть, товарное вино. Производили сотни тысяч литров на каждой винодельне. Во время знаменитых войн, известного очень царя Митридата VI Евпатора, который воевал с Римской империей, и против него воевал и известный полководец Цезарь, и Крас, и другие, и Помпей. Митридат хотел вовлечь Фанагарию в состав своего государства и послал сюда войско под предводительством своих детей, которые захватили Фанагарию, но фанагарийцы подняли восстание, окружили вот это войско в Акрополе, в Кремле по-нашему, и вынудили бежать это войско, за что всесильный тогда Рим даровал Фанагарии независимость и свободу. Фанагарий в это время чеканил свою собственную монету. Но после того, как рухнула структура античной цивилизации на юге России, на Кубани, рухнула, потому что античная цивилизация закончила свое существование, помогли какие-то местные пришлые племена, в частности гуны, которые смели буквально все здесь, то после этого, конечно, виноделие заглухло. Наверное, не все знают, что в античные времена Кубань впадала в Черное море, а не в Азовское. И в этом смысле знаменитый античный город Горгипия располагался рядом с тогдашней богатейшей дельтой и был идеальным местом для рыбаков, мореходов, торговцев. Горгипия располагалась в самом центре нынешнего курорта Анапа. Это был пограничный город, он был окружен мощной оборонительной стеной. Быть может, именно поэтому для них был очень важен культ Геракла, воина, защитника, победителя. А это каменная стела с именами юношей победителей в спортивных состязаниях. Что-то вроде спортивной доски почета. Античная архитектура выразительна и в руинах. Территория античного города составляла около 40 гектаров. И это античные руины, которые, как выразилась доктор исторических наук Екатерина Михайловна Алексеева, дают представление о том, чем занимались жители. Например, один из домов – это дом рыбака, есть античные винодельни, есть место, где, как предполагает Екатерина Михайловна, располагалась стеклоделательная мастерская. Около 40 лет работали археологи в этом раскопе. И мы надеемся, что когда-нибудь мы будем гулять по античному городу. Этому городу пешком, шаг за шагом, такой возможности больше у нас не будет. Я всю Грецию проехал, ни одного города не сохранились так, чтобы в плане его можно было гулять. Эфес в настоящем виде уникален тем, что здесь сохранился план античного города. То есть мы можем примерно представить, в каких масштабах это все происходило. Вот это центральная площадь города, гора, место здания общественного назначения. Если туда посмотрим, то это, как сказать, купальни. Здесь и бани есть были. Вот фронтальная часть этой бани, и вот ее внутреннее помещение. Как видите, очень просторно. Здесь можно перемещаться, гулять, проводить целый день, прятаться от жары, беседовать. По этим керамическим трубам текла горячая вода. Это был теплый пол, по нему было приятно ходить. Античная баня – это щадящая процедура. Это такая теплая купальня, лежание на теплых камнях. Это было место, где действительно можно было провести целый день, неторопливо поговорить с друзьями, послушать человека, учителя или заезжего какого-нибудь гостя. Он мог рассказать о своих странствиях. Вот баня с холастикой, то есть баня, где можно было проводить досуг. Вот здесь уникальное еще сооружение. Здесь людей целили, здесь лечили и умели лечить великолепно сюда со всего мира. Шли больные, хромые, увечные, небогатые люди. Здесь же театр, между прочим, входит в комплекс больничный. Душу надо лечить. Вылечиться потом человеку физически. Здесь не лечили отдельно, здесь умели дело с человеком. Сказал пилог, воззвав к Богу-носителю трезубца. Состязание это по мне, а борьба моя от тебя. Но если кому и суждено умереть, То станет ли в темном углу праздноварить бесславную старость, Отрешать от всего, что прекрасно сказал пилог, И слова его не были празднованы. Если же взглянуть в восточнее Анапы, То в районе Новороссийска располагалось поселение Бата. Цемесская бухта, быть может, Одна из самых глубоких и удобных во всем Черном море. И две тысячи лет назад это тоже было стратегически важное место. Известно, что римский император Нерон Разместил на Боспоре три тысячи своих легионеров. И в этих местах, скорее всего, располагался один из важных фортов. Море наступает. И вероятнее всего, к этому склоняются многие ученые. Большинство древнегреческих городов и селений Находятся сегодня под водой. К сожалению, подводная археология не так уж развита. И, несомненно, огромное количество открытий еще впереди. Они ждут своих профессиональных исследователей. А пока обычные дайверы, Подводные пловцы, любители и профессионалы, Чаще всего находят под водой античный фрагмент. Море пульсирует, дышит. Особенно это заметно после сильного шторма, Когда песчаные подводные косы Меняют свое место расположения. Античные предметы обрастают водорослями и ракушками, Как, например, вот эта современная бутылка. И их не так-то легко заметить под водой. Вот этот неброский предмет Ничто иное, как керамическое грузило Для сетей античных рыбаков. А это, ясное дело, горлышко от амфора. Это, несомненно, античность, Ну, может быть, раннее Средневековье. В районе Баты найдены и древнегреческие, И чуть более поздние древнеримские предметы, Все более склоняющие ученых к утверждению, Что Бата – это военный городок, Поселение легионеров. Вообще, символ римского времени. Где он крепился? А вот видите, ножки у него какие? На какую-то подставочку. Возможно, это был жезл. Точно такого пока тоже еще я не видел. Ну, вообще, выделан очень искусно. Вот видите, там каждая перышко на нем. Вот смотрите. Замечательно. Это я хвалюсь, можно сказать, сам нашел, Потому так хочется похвалиться чуть-чуть. Возможно, здесь был один из пунктов базирования Вот этих римских легионеров. Это продолжалось недолго, Но, возможно, дало толчок для развития этого поселения. В подтверждение вот такой гипотезы Обнаружено множество, несколько десятков, Так будем говорить, печей. Вначале их приняли за керамические печи Для обжига керамики, Но рядом не оказалось керамического брака. Ну, после этого высказали гипотезу, Что скорее были печи для, скажем, для хлеба, Где выпекали хлеб. А распечи стоят рядом, значит, Это такое-то прям-таки такое промышленное производство хлеба. Ну, его могли производить только для, Или, скажем, на продажу для питания Какого-то гарнизона, да, наверное, вот так вот. Можно высказать. Также там было найдено зерна чечевицы, Которая как раз вот является, Являлась пищей легионеров. Ну, много находок сделано на Месхака. Например, найдено три золотых монеты, статтеры. Две находятся там, скажем, Одна в Берлине, другая в Мюнхене, И одна в Новороссийском музее. Еще две монеты, Которые тоже статтеры, но другого года выпуска. Их известно пять штук. Опять же, там Эрмитаж, Мюнхен, Лондон, И две в Новороссийском музее. Найдена статуэтка Юпитера Капитолийского. Это уменьшенная копия Именно той статуи, которая стояла в Риме На Капитолийском холме И являлась, скажем, Главным изображением божества Римского пантеона. Таких статуэток известно 19, И вот одна была найдена на Месхака. Но примечательная особенность. Она была лишь заготовка. А что такое заготовка? То есть эту статуэтку. То есть эту заготовку привезли, Чтобы мастер, видимо, на месте Доделал детали и сделал статуэтку. Многолетние раскопки в районе города Дают нам право утверждать, Что, скорее всего, городок Баты Или, как Страбон называет, Деревня Баты Был расположен в районе Месхака, Нынешнего поселка Месхака. Там обнаружены огромные, Вернее, остатки большого поселения, И огромные могильник. Некрополь, так называемый. В частности, там была найдена статуэтка, Так как мы ее назвали, Афродиты Месхакской. Подобной статуэтки пока еще не выявлено. Она не у нас. Она найдена частным лицом. При рытье как раз котлована под дом. Ну и вот он его, Это частное лицо его, Находится, в общем, у него. Он ее любит, Лелеет и нам не отдает. Вот. Даже для экспонирования. Тут много вопросов Как раз по охране памятников Часто возникает, Когда предметы попадают к людям Лето, И ФЛОВЛЕННУМИТЕ, ДЕКУРАСИ, Как раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вскрыли городище Ко мне прибежали детвора Сказал дядя Саша Трактор прокопал канаву Там торчат черепки Вот эта вот тамфора Неапольская Вот туда Тарелки, чашки Грузила Куча Дальше пошла Афродитка Вообще уникальная находка Аналогов ее нету в мире Не дошла Именно такой формы По форме Она больше напоминает Искусство каропластики Танагра Древнегреческий город Откуда пошла Само искусство Терракот Фрагмент Довольно таки известный Голову находили на Горгипе Вот Но анализа ее нету Поэтому очень трудно сказать Где и как она делалась Возможно Делалась в привезенной форме Вот Возможно делалась Там В средиземноморских центрах Представляешь, как древние Очень тонко чувствовали Красоту женского тела Слегка, конечно Вот Толщенная Шейка И многие Как у фотомодели Современные Но в общем-то Можно позавидовать Вкусом греков Вполне Я их разделяю По мне так это Как мне кажется Это Как бы сказать так точно Если у христианства Есть предмет Через который Разговаривают с Богом То есть икона То эти предметы Были предшественники иконописи То есть через эти предметы Люди разговаривали С божествами Афродита Богиня любви Дионис Бог виноделия Диметра Богиня подородия Если бы я Экскаватор Вовремя не стоял Он бы разрушил Все это Просто экскаватор Ковшом Прошелся бы По этому могильнику И не стало бы Поэтому я так считаю Что Имеет ли государство Право претендовать на то Что она хотела уничтожить Навряд ли найдется достойный Покупатель Кто позволит себе иметь Такую вещь А вывозить ее За пределы России Все-таки Ну какая-то все-таки Гордость должна быть За то место Где мы живем Такого сложного Сочетания культуры И цивилизаций Как на территории Нынешней Кубани Пожалуй Не найти нигде В России Расположенную На Таманском полуострове Античную Германасу Сменила Византийская Таматарха Потом славянская Тьму Таракань Генуэзская Матрега И наконец Русская Тамань А между ними Слои не сохранивших Названия Поселений Гортов Хазар Печенегов И даже Болгар Высокая Языческая Культура Греции Переплавилась В христианскую Византию Эстафету же Византийской Культуры Несомненно Приняла Россия Так что Античность Это Наша общая Родина Горгипия Бата Германаса Фонагария Античная Кубань Редактор субтитров А.Семкин